Девочка-пай 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 Здесь, в Центральной городской библиотеке имени Михаила Васильевича Ломоносова, работают молодые библиотекари Ира и Ксюша, а также я. И сейчас мы с вами узнаем, нравится ли им и почему они выбрали эту профессию. Девочка-пай 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 Сейчас современная библиотека — это не просто библиотека в классическом ее понимании, а образовательный просветительский центр, куда ребята приходят не только за книгами, но и за знаниями, за хорошим настроением узнать и научиться для себя чему-то новому. Поэтому библиотекарь, он, конечно же, должен быть человеком активным, целеустремленным, учиться находить для себя что-то новое, познавать что-то новое, быть доброжелательным и, конечно же, чаще улыбаться. В мире много всего интересного, и кладезь всего этого хранится в библиотеке. В библиотеке не скучно, в библиотеке интересно. Я считаю, что профессия библиотекаря — это одна из тех замечательных профессий, которые позволяют человеку развиваться, совершенствовать себя, узнавать что-то новое и интересное. И самое важное, что мы можем делиться всем этими знаниями накопленными с нашими читателями. Библиотекарь, я считаю, эта профессия очень разносторонняя. Став библиотекарем, я смогла проявить свои педагогические знания и умения, театральные способности, встретиться с интересными людьми нашего города. Конечно же, библиотека в первую очередь стала для меня вторым домом, потому что у нас замечательный, дружный, прекрасный коллектив. Я приобрела здесь много друзей, знакомых, приятелей. И я всегда, если честно, мечтала приходить на работу с улыбкой, с радостью. И я очень рада, что моя мечта исполнилась. В Октябрьской библиотеке тоже есть молодые библиотекари. Это Лиза и Женя. И сейчас мы с вами попросим Лизу рассказать о работе и своем коллективе. Библиотека – это друг, который всегда примет тебя таким, какой ты есть, подскажет тебе, поможет, разумит, но никогда не оттолкнет. Библиотека нужна людям. Библиотека – это как скорая помощь, а книги – это врачи. Врачи добра, надежды, веры, любви. Работа с великим русским словом и общение с интеллигентными людьми дала мне гармонию на душе. Пришла сюда совсем случайно. Я никогда не думала, что буду работать в библиотеке. Хотя я с самого детства обожала чтение. И поход в библиотеку был для меня всегда поразник. В нашей библиотеке сложился чудесный коллектив. У нас великолепная заведующая, очень добрая, очень человечная. Я советую современным молодым людям чаще читать. При вокзальной детской библиотеке работают Ира и Маша. Давайте спросим у них, кто такой современный библиотекарь. Библиотекарь в первую очередь должен быть творческой личностью. Для того, чтобы создавать интересные занятия и уютную атмосферу в библиотеке. Также библиотекарь обязательно должен обладать качествами лидера, чтобы грамотно провести занятия. Быть эрудированным, начитанным, разбираться в книжных новинках. Библиотекарь должен быть креативной личностью для того, чтобы вносить изюминку в свои занятия. Разматывая мышки, кишечник, еще вот осталось, еще разматывая. Почти, ребята, 5 метров. Но у вас, в силу вашего возраста, он у вас еще и покороче. Но у взрослого человека почти 5 метров. Современная библиотека, конечно, предлагает огромное количество услуг. Это и интернет, и Wi-Fi, и ксерокопирование, и печать. Современный библиотекарь должен уметь пользоваться всеми новинками, которые появляются у нас в библиотеке, которые необходимы населению и которые востребованы именно. И мы, как современные молодые библиотекари, тоже пытаемся идти в ногу со временем, вносить в нашу библиотеку новые интересные какие-то веяния. Сами учимся, познаем, учим своих коллег. Библиотека – очень интересное место работы, и поэтому я желаю всем тем, кто еще не определился с выбором будущей специальности, подумать именно над выбором профессии библиотекаря. В детской библиотеке у Кургомайская горка работает Аня. Мы ее ни о чем не будем спрашивать, просто посмотрим, как она работает. Кургомайская горка Кургомайская горка